Давайте рассмотрим конкретные случаи манипуляции с украинцами, да, со знанием украинцев в целом. Вот, допустим, политические манипуляции. Как нами манипулируют политики? Значит, вот кнопки, которые надо нажать. Вы должны вызвать тревогу сообщения. Тревогу. Значит, потом чувство вины надо вызвать обязательно. Вот пока пацаны там в окопах, вы тут сволочи в Киеве жируете, как бы, да, вы позволяете себе по ночным клубам ходить. Или там, вы не платите на армию, еще раз. Потом нам нужно нажать на потребности безопасности. И потом нужно сделать принадлежность к значимой группе, да, вот, человеку пощикать, поощрить. В первой половине этих кнопок мы его тревожим, во втором мы его поощряем и ведем в определенное место. То есть сначала его пугаем жутко, потом показываем выход, ожидания формируем на выход, да, и говорим, что надо присоединиться вот здесь, сделать вот это, и будет все хорошо. Формируется ожидание принадлежности к значимой группе. Мы шануемся, братья, мы толговарты, мы украинцы, мы не допустим, мы отбили страшные нападения России, значит, нам ничего уже не страшно. Украину уважают в мире, украинцы лучшие солдаты, они бьются до конца, нас не обмануть, народ повстав, народ... Ну, то есть какие-то громкие фразы, да, так же... Принадлежность к значимой группе, чтобы вы почувствовали себя членом, значит, что есть значимая группа, которая решает проблему, и вы их не будете принадлежать. Вот те, кто на Майдане, молодцы. Потом чувство гордости, это туда же, самого сваления. Солдат лучше украинцев нет, просто на свете мы самые лучшие всех побеждаем, да. И сегодня наши защитники сделали очень много, защитили почти всю территорию Украины. И потом что? Обещать награду. Если ты сделаешь это, будет тот. Всем им будет присвоено звание Героя Украины посмертно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!